И мне бы очень хотелось сейчас рассказать о необходимости мульдебанального подхода в скринке женщин с плотной грудью. Вы знаете своего собственного опыта, вы, наверное, знаете, какие проблемы у нас возникают. Прежде всего, все мы хотим уменьшить смертность от рака молочной железы. Это наша конечная цель. Но это очень сложная задача, очень трудная задача. Мы, однако, должны всё время помнить то, что говорил профессор Блейк, что раннее распознавание рака груди и лечение на ранней стадии – это самый важный контрольный механизм смерти от рака молочной железы, который когда-либо изобрели. Существуют различные трудности. Сегодня у нас есть время поговорить только о гетерогенности обычной структуры груди. Интересно же, что в отличие от других органов, от любых других органов, у груди есть пять различных структур или различных паттернов. Ни лёгкие, ни кости такого не имеют, а у груди это наблюдается. И это первая проблема, первая наша трудность. Мы с трудом распознаём младенческий рак, то есть рак в начальную стадию. И мы смотрим, вот здесь вот, наверное, только жировая ткань. Но мы видим, что здесь плотная грудь. И можно ли пальпировать карцинома? Да, вот она, карцинома. Мы очень хорошо её видим на радаре, который называется ультразвук. И если гистопатологи делают такое большое средство, тогда мы видим большую корреляцию между ультразвуком и большим формированием гистологии. Но мамограмма этого не показывает. А сейчас мы видим небольшое совсем изменение контура. И это малюсенькая карцинома, которая очень хорошо видна на автоматическом ультразвуке груди, абус, и на гистологии. Дорогие коллеги, некоторые из этих случаев на самом деле пугающие. И позвольте мне показать вам мамограмму этой 53-летней женщине. Посмотрите, бедный радиолог увидел вот такую очень плотную ткань слева. И у неё, у этой пациентки была 10-сантиметровая карцинома. И очень трудно сказать, где она, справа или слева. Есть две опции, и обе необходимо использовать. Первая – это искусственный интеллект, который привлечёт ваше внимание к патологическому новообразованию. Но гораздо проще просто проделать ультразвуковое исследование. Лучше всего, конечно, это будет с помощью абус автоматического ультразвука. И вы видите, вот видите, и нам говорит о том, что здесь есть такое горячее место. Ну, посмотрите, как просто это всё выглядит на уабуса. Вы видите, это диффузное или многоочаговое. На мамограмме это неясно. Видите, а вот это – ручной ультразвук, который показывает нам. Вот это тот же самый случай и показывает эту огромную карциному на МРТ. А если я сейчас вот рядом поставлю мамограмму, посмотрите, вы здесь просто не видите её. Очень плохо видно на мамограмме, но хорошо видно на ультразвуке и на МРТ. И, конечно, если мы используем абус, это ещё лучше. У этой женщины, наверное, можно было распознать рак за несколько лет до того, как это на самом деле было диагностировано. И плохо дифференцированная, инвазивная, агрессивная демоконцинома. И в этом случае, вы видите, здесь было одевантное лечение, а вот такая большая картина гистопатологии, срез гистопатологии. Я бы хотел, чтобы вы сказали своему гистопатологу, что мы сейчас вообще уже в 21 веке. И вот такие маленькие кусочки – это уже в прошлом. Нельзя делать такие малюсенькие срезы, потому что мы можем только сравнивать такой большой срез, тонкий срез, 4 микрона. И потом я вам покажу и толстый срез. Это 1500 микрон, то, что в гистопатологии можно сравнить с маммограммой МРТ. Я хочу сказать, что, к сожалению, было очень много несчастных таких случаев. Она прошла через ужас химиотерапии, но карцинома не отвечала на химиотерапию. Дорогие коллеги, вот это то, с чего я, наверное, должен был бы начать свою лекцию. Если вот вы сейчас, наверное, немножко прищуритесь, то увидите вот очень важную здесь информацию. Это ведь просто визуальное искусство, искусство визуализации. И это трудный случай. Но тогда мы могли бы добавить еще один метод, и мы можем видеть строительные кирпичики этого изображения. Вы видите, что здесь достаточно плотное все. А сейчас это как индейская лошадь. Вот эти кирпичики, видите? Художник нарисовал индейскую лошадь. Вот что я вам хочу сказать. Когда вы интерпретируете маммограммы или ультразвук, или какие-то другие методы визуализации, обязательно прибегайте к контрастному усилению, потому что 3D-гистопатология должна быть основана на этом. Что означает фиксированный срез в гистопатологии? Это означает, что вот то, на что мы сейчас смотрим, это будет появляться везде, и в ультразвуке, и в МРТ. Посмотрите, пожалуйста, на те детали, которые увидит гистопатолог. Но мы смотрим сейчас на структуру. И когда мы смотрим на структуру, мы видим 4 основных кирпичика строительных, которые должны лежать в основе вашего знания. Посмотрите. Это терминально-протоковая дольковая единица молочной железы. Вот они, терминальные единицы. И здесь, посмотрите, вот такие вот 50 таких пальчиков, которые мы называем гроздью или ацинусом. Это как вот пальцы, такие. И ваш радиолог, как радиолог, вы должны здесь получить вот такую мамограмму при своем наведении. Даже если там 50 или 60 пальцев, их размер 1,5-2 миллиметра. И вот это то место, где когда-то образовывалось молоко. Но, к сожалению, 75% всех раков груди, они начинаются с этого места. Они происходят здесь. И если вы посмотрите на рентгенограмму вот этого ТДЛЮ, что вы увидите на мамограмме ТДЛЮ? Вы увидите 1,5-2 миллиметра узлы. Вот они, плотные узлы. И это самое важное, номер один. Это самый важный строительный кирпичик в нашем случае. Но каким образом я могу это отличить, вот это от второго, третьего человека? Потому что есть еще у нас один друг. Это еще один базовый блок, который называется адипозная ткань. Когда, если мы говорим о ТДЛЮ, то она не прозрачная для радиограммы. А адипозная ткань прозрачна. И вы можете... Здесь может быть, я не знаю, 120 пальчиков таких и так далее. Но в этом случае, когда вы смотрите на ТДЛЮ, то они больше. И тогда мы сталкиваемся с аденосисом. И у нас есть вот первый строительный кирпичик, второй строительный кирпичик. А что мы здесь? Это у нас основные молокопроводящие каналы. И это протоки, которые мы видим. И они разделены жиром. Вы видите, они дают такие непрозрачные структуры, которые похожи на линии. Но вот у нас в чем сложность. Мы можем видеть первый, второй, третий кирпичик, но когда мы выглядим вот так, и вы... Это мы будем выглядеть вот таким... Такое у нас будет лицо, если мы столкнемся с фиброзисом, который прячет эти протоки и, к сожалению, прячет и рак. Может быть, если только высунется какой-то кончик опухоли, и нужно быть просто превосходным маммографом для того, чтобы увидеть. Посмотрите, вот этот малюсенький выступающий кончик вот здесь. И, наверное, нет на Земле радиолога, который может увидеть это, если этот кончик будет полностью спрятан в фиброзной ткани. Иногда мы видим только вот кончик этого айсберга, но, видите, вот они, эти айсберги и вот эти протоки. И сейчас вы знаете эти четыре основных строительных кирпичика. И мне очень хочется, чтобы каждый из вас держал перед глазами вот этот коллаж, когда вы рассматриваете радиограмму, потому что тогда вы будете понимать, что вот такая плотность узлов должна натолкнуть вас на мысль о гистопатологии. И хороший радиолог скажет, да, я смотрю на черно-белое изображение, но вот что я вижу. Я вижу трёхмерную гистопатологию. Я вижу протоки, вижу терминально-протоковые дольковые единицы молочной железы и вижу всё остальное. Итак, если вы это знаете, если вы знаете эти четыре основных строительных кирпичика, тогда вы приобретаете другое знание. Вы можете понять гистопатологию. Я не буду говорить о клетках, потому что мы, радиологи, клетки не видели на маммограмме или на МРТ или на ультразвуке. Поэтому гистопатологию очень трудно обсуждать. Они говорят только о клетках, а мы клеток никогда не видим. Поэтому давайте сейчас перевернём страничку, и давайте будем говорить о структуре. Да, вот это у нас проток. Помните, это кирпичик номер два. Вот это у нас терминальное окончание долек, видите? А вокруг вот то, что я выражаю, сейчас показываю жёлтым, это фиброз, и мы это очень не любим. А вот также и жировая ткань, дипозная ткань, которую мы очень любим. Дорогие коллеги, вот история успеха. Вы можете читать маммограмму, потому что кто-то вас попросил, а что это такое? Что это такое за линейная плотность? А вы говорите, что это молочный проток, проток молочной железы. А вот здесь вот такие, вот смотрите, какие-то уплотнённые узелки. А это у нас терминальная единица. Вы видите вот такое изображение здесь, и это может быть либо ультразвук, либо маммограмма. И вот я думаю вот так. Я смотрю на эту линейную плотность и говорю, ага, это проток. А вот это терминальная протоковая долька, вы видите, это дольки. И затем, когда вы садитесь за микроскоп, то вы будете говорить со своими коллегами-патологами, вы видите, вы можете легко сказать, а, я знаю, что это такое. Белое? Это жировая ткань. И я знаю, что вот это, вот красным изображено. Это фиброз. Мне это не нравится. И я знаю, что вот это у нас протоки. Видите, вот они так пересекаются, они так расположены. А вот это ТЗЛЮ. Это наша молочная фабрика. И, конечно, мы радиологи, но мы радиологи любим, конечно, трехмерные изображения. Вы видите, вот он, терминальный проток, и мы видим его вот так. Посмотрите, это же прекрасный, красивый орган. И теперь вы можете вообще здесь видеть жировую ткань, фиброз, различного размера дольки и вот протоки. Не знаю, слышна ли вам музыка, но это я, когда смотрю на, двигаю трехмерное изображение гистопатологии под микроскопом, я слышу эту музыку, и, пожалуйста, соотнесите его с черно-белым. Видите, вот они, ТЗЛЮ вот здесь, второй вот здесь. И это основа вашего знания. И большинство из маммограмм показывают нормальную, обычную фиброжелезистую ткань. Но я сейчас хочу вам показать, каким образом ставить диагноз. Видите, я могу это сравнить с цветами или растениями, а это основные молочные протоки, это как ствол дерева. И дерево еще имеет ветви. И в Бузице, вот здесь тоже есть такие ответвления от основного молочного млечного протока. И мы видим здесь ТЗЛЮ, это то же самое, что вот листья. Веточек не нужно много дереву, а вот листьев, листьев нужно много. Итак, кто-то спрашивает, а вот это что такое? А ваш ответ, Бузи, это очень простой ответ. Вот, посмотрите. Вы видите линейную плотность, а между ними жир. Это протоки. Это обязательно протоки. Когда я все это вместе свожу все эти четыре кирпичика с троицами, тогда мы понимаем, что такое нормальная грудь, нормальная структура или паттерн в Грузии. Вот это прекрасно. Байрец, хотя мы уважаем эту систему, там есть только четыре, но это количественный анализ. Вам не нужно даже посещать какой-то медицинский университет, потому что скажешь, здесь 75% плотности, здесь 25% летности. Нет, у нас здесь качественный анализ. Мы сравниваем то, что мы видим с лежащей в основе патогистологии, гистопатологии. И вы видите, каким образом выглядит плотная грудь. однако с годами здесь грудь будет терять свои TDLU и будет больше близка к нашему паттерну номер 3. Видите, они с годами уменьшаются, и потом она вдруг забеременеет, и вы видите, или начинает принимать гормонозамещающую терапию, и опять смотрите, и беременность, и они будут идти в этом направлении. Это очень динамичная мамограмма. И наш основной враг, это паттерн номер 4, паттерн номер 5, потому что мы можем пропустить вот эту маленькую карциному. И пожалуйста, не забудьте, не забывайте, что четвертый паттерн никогда не меняется, потому что где-то 12% населения обладает таким паттерном, а паттерн пятый это 5-8 процентов. И то и другое это 20% женщин в любом возрасте у них будет плотная фиброжелезная ткань, даже если им 100 лет уже. И вот смотрите, вот 4 из наших строительных блока, надулярная плотность, линейная плотность, гомогенная ткань и радионепрозрачная ткань. И вот после того, даже когда исчезнут все эти ДЛЮ и будет доминировать жировая ткань. Если мы посмотрим на паттерн 3, вы видите, вот эта линейная плотность достигает 25%, где-то на четверть момограммы. Если вы посмотрите на четвертый, это высокорискованный паттерн аденозный, а пятый паттерн мы вообще не знаем что-то. Это как Джокер в колодзе. Мы не знаем, там вообще могут быть и живые терминально-протоковые дольковые единицы. Сейчас я буду говорить о риске, и я не очень доверяю этому, потому что женщина с низким риском, вот здесь может быть, она приблизится к женщине с высоким риском за 15 лет. И вот это очень значительная разница между высоким и низким риском, но вы видите, через 15 лет голубое тоже становится высоким риском. Мы написали книгу об этом, если у вас есть эта книга, то вы знаете, что у нас 1600 иллюстраций и 150 страниц, и мы обсуждаем различные паттерны. Дорогие коллеги, есть еще одна вещь, которую я просто должен вам сказать до того, как мы перейдем к обсуждению мультимодального подхода. Мы здесь говорим об основных строительных кирпичиках, а здесь мы будем говорить о том, где начинается рак. То есть иначе мы будем говорить о локализации возникновения рака. Я уже говорил, что 75% вот здесь, возникает 20% где-то вот здесь, это млечные протоки, и здесь примерно 5% фиброзной ткани. В столовых клетках очень важно понять, что это у нас CDLU, и нам нужно отличать рак, который происходит в протоках или в дольках. Он может быть, посмотрите, либо овальным, или круглым, или звездщитым. Конечно, патологи назовут это, скажут, что это инвазивная протоковая карцинома, но он будет ошибаться в этом случае, потому что это не протоки, это терминально-протоковая дольковая единица, потому что это выходит отсюда, из этого ацинуса, и поэтому мы это называем ацинозной аденокарцинома. А внутри вот этой второй стадии мы видим, что это похоже на образование как битые камни, и если вы это... Не надо использовать слово DCIS, потому что это не то. Это карцинома инситут, но она происходит из ААБ, из ацинозной аденокарциномы CDLU. Это не дуктальная, не протоковая карцинома. Второе, когда рак происходит вот здесь, зарождается... Вот здесь вы видите очень много ответвлений, патологи скажут, ага, это DCIS, нет, 30% женщин при такой карцинке умирает это, потому что это не DCIS, это дуктальная или дуктально формирующая инвазивная карцинома, потому что эти ветви, они как бы образуются в процессе. Но мы сейчас об этом не будем говорить, потому что это ультразвук, тем ультразвук это не касается. Дальше мы смотрим на желтый фон. Здесь есть столовые клетки, и когда-то эти столовые клетки могут станут мезонхемально, дадут нам мезонхемальный эпителиальный переход. И это то, чего боится каждый радиолог. У нас будет вот такая паутина, и это искажение. Основной чертой этого является значительная пролиферация соединительной шкаты. Конечно, мы будем говорить, помните, мы говорили об индейском коне, но это не важно. здесь мы видим, что здесь огромное производство, огромная генерация фиброзной ткани, и есть, мы можем, поскольку здесь так много ее, мы можем пропустить вот такую вогнутую карциному 10-сантиметровую, потому что она происходит как раз из структуры груди. Это карцинома столовых клеток, и это тоже. Вы хотите рано диагностировать рак груди, тогда смотрите на вот такие круглые или звездчатые образования, потому именно на ранней стадии. К счастью, это только 25% любого рака, но, к несчастью, это очень опасно. Вот как они выглядят. Вот звездчатые очаг поражения и круглые это все возникает из TDLU. Когда рак возникает в TDLU, то у нас есть четыре биомаркера, которые мы видим на визуализации. Вот это здесь шесть, это то, что происходит из протоков, мезонхимальный только один, но можно научиться это читать, можно обучиться этому очень быстро, и можете сказать, вот это мне не очень нравится. Момограмма отрицательная, но ультразвук покажет, наверное, потому что ультразвук будет вот остановлен здесь, этой фиброзной тканью. И вот посмотрите, какие изображения появляются. Это ацинус, это вот такие битые камни, и, дорогие коллеги, вот это история успеха мамографии, потому что когда ваш пациент, ваша пациентка приходит с карциномой 3-5 сантиметров, у нее, к сожалению, прогноз вот такой. Но если скрининг выявит эту младенческую опухоль, когда она только 15 миллиметров, то выявить 90% у нее больше шанс выживания. Мы не будем говорить о шести различных презентациях мамограмм, и не будем говорить о четырех, которые связаны с микрокальсификацией, мы не будем сейчас смотреть на вот этот, на прыгающие камни, мы не будем смотреть на архитектурные искажения, потому что это не наша история, это не то, что мы сегодня на лекции хотим рассмотреть. печально это то, что вот это успех скрининга, а вот это к сожалению, мы не можем контролировать. И даже хуже. Можете себе представить, вот вы только что дали пациентке, а у нее 10-сантиметровая карцинома, и она такая вот вогнутая, потому что она порождена мезинхимой, и вы видите вот это карцинома, и она убивает. 40% пациентов умирает. И это, и это, это карцинома стволовых клеток. Но поэтому промышленность дает нам инструменты ультразвук, преоперационная аспирация, которая, можно сказать, биопсия, МРТ, и то, что мы сегодня говорим, это новый инструмент, это автоматический ультразвуковый инструмент для исследования груди. У нас никогда не было лучшего положения, чем с АБУС. У нас очень хорошее изображение, которое может спасти жизни. Вот это очень хорошее качество, которое мы располагаем сегодня. Давайте поговорим об этих черных овцах в семье. Это 1, 4, 5 паттерны. Где у нас здесь проблема? У нас мы можем пропустить то, что в плотной ткани спрятано, маленькую начальную карциному. В чем проблема? Конечно, нам нужен ультразвук. Когда мы производим массовый скрининг, мы не можем довольствоваться портативным ультразвуком. Это должна быть автоматическая система, АБУС. и мы называем это сонографическое КТ. И мы не заинтересованы в том, чтобы исследовать часть, жировую часть груди, только плотную часть груди. И вот преимущества портативных инструментов. Это очень хороший инструмент, когда вы будете диагностировать, но здесь не очень хорошие результаты, потому что вы должны делать это. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот это автоматическое исследование ультразвукового. Во-первых, хорошо для радиолога, удобно для радиолога и хорошо для пациента. Знаете, мамограмму никто не любит, потому что так сжимается по сторонам грудь, что это очень неприятно. А здесь просто компрессия, прижимаются к грудной стенке, и получается вот такой вид, такой вид. Ультразвук проходит через тонкие ткани пациент. вот так расплющивает фиброжелезную ткань. Пациент лежит на спине, и поэтому утончается сама ткань. И второе, мы нажимаем на это фиброжелезную ткань. Это то, что ультразвук любит. И вот то, что у нас получается. почему это автоматически? Потому что здесь у нас есть 14-смитровый зонд, который размещен в этой пластине. 25 секунд всего уходит для того, чтобы сделать снимок. И потом вот такие у нас возникают изображения. Это срезы двухмиллиметровые, как карточки, как карты. Ну, конечно, вы так не играете, в карты целой колодой, в эту колоду. Видите, как 2, 4, 6 и так далее. Раздается карта. Почему 2 миллиметра? Потому что, когда мы смотрим на вот это, то это копия трехмерной гистологии, где меньше 2 миллиметров. Это просто фантастично. Вы видите, ультразвук 300 раз вот так сделает срезы. Это традиционный ультразвук. Видите, а корональная секция дает вам один срез. Вот представьте себе, у вас есть детская книжка и у вас двухмиллиметровые страницы. Страницы за страницей, за страницей, за страницей. И вот у нас грудь в положении на спине пациента. Мы видим здесь фиброжелезную ткань. И вопрос, какова толщина, когда пациентка лежит на спине, и еще мы придавили это. Ну, конечно, все индивидуально, но если вы сделаете двухмиллиметровые срезы, то, ну, скажем, 20 миллиметров это 10 страниц, 10 страниц в книжке. И поскольку технология дает вам вот право латерально, право фронтально, право медиально, среди срез то, вы видите, что у вас три книги, которые вам нужно читать. Вот, бедная грудь. Здесь 10, 10, 10 страниц. То есть, а вообще можно и 20 страниц. И затем вы смотрите на левую грудь. То есть, 60 страниц у вас нужно прочитать, у вас перелистать нужно 60 страниц. Ну, не все радиологи будут настолько терпеливы, что это делать. А у меня здесь есть решение. Вот книга, которую вам нужно прочитать, а здесь мы говорим о наших строительных кирпичиках. Помните, я говорил, они сейчас очень нам пригодятся, потому что это не мамограмма, это коронарная секция, коронарный срез двухмиллиметровый груди с ультразвуком. Это автоматический ультразвук. Абус. Вы видите все, и протоки, и ткани. Это фантастично. Вы не можете сейчас увидеть разницу между мамограммой и ультразвуком. Вот это как раз та изобретательность, которая отличает трехмерный абус. Вы все можете увидеть. А сейчас, ну, смотрите, например, у нас здесь 10-миллиметровая киста. Как это будет выглядеть? Ну, прежде всего, вот это фиброжелезовая ткань, а вот это как бы дырка в этой фиброжелезовой ткани, как дырка в моей книжке. Смотрите. Смотрите. Упс, у меня в книжке дырка страницы за страницей и страницей. И я смотрю, на гистологию у нас есть эта дырка. И здесь она отражена, и здесь она отражена, и здесь она на абусе отражена. Это как, посмотрите, такое вот, как такая коническая бочка. Меньше, больше, 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 потом опять уменьшается, вот вы можете это отверстие увидеть. Вы видите, а вот здесь вот несколько отверстий, и вы тогда просите пациента вернуться, потому что скрининг не диагноз. вы должны провести дальнейшее исследование. А каким образом рак проделывает дырку в моей книге? Я на маммограмме это пропустил, и я вижу это один раз, два раза, три раза, четыре раза. Почему? Потому что здесь два миллиметра, два миллиметра, два миллиметра, два миллиметра, и так далее. Все это, видите, делится на два, и я увижу это четыре-пять раз. Правда, прекрасно? А вот, смотрите, это кожа, потом еще, смотрите, мы опускаемся глубже на два миллиметра, все глубже и глубже, и мы еще здесь не видим этого отверстия. Смотрите, вот она появляется и становится больше, больше, и смотрите, еще даже сателлитный какой-то, у него появился ребеночек на стороне. Посмотрим на это. Я думаю, что вы все прекрасные радиологи, вы можете прекрасно читать мемограммы, но когда вы приходите на работу, вы говорите, так, это не... Я должен уметь читать эту мемограмму. Дорогие коллеги, можете здесь обнаружить 22-миллиметровую карциному? И где она? Справа или слева? Посмотрите. Это у нас медиально-латеральная проекция под углом. Где? 9 из 10 пропустят эту карциному. А это нечестно по отношению к пациенту, поэтому есть два решения. И не одно или второе, не или-или, а вы должны начинать с абуса, потому что иначе просто вот это все не просматривается насквозь. А второе и искусственный интеллект. Где здесь? Давайте спросим наш ИИ. Он скажет, посмотрите, вот она карцинома, вы сейчас пропустили карциному. А что насчет абуса? Замечательно просто. Просто классно, никакой проблемы. Вот вы видите эту черную дыру, а на самом деле она здесь, посмотрите. помните, мы говорили про айсберг? Феномен айсберга, вот он здесь у нас. И это здесь. Давайте я сейчас увеличу. Ага, вот смотрите, я опять это увеличил. Вот решение. Мы можем использовать компьютерную диагностику, CAD. и, конечно, это нам поможет, но есть также еще и И для ультразвука, и это называется CAD Q VIEW, то есть вид Q на компьютерной диагностике. Смотрите, если вы проводите скрининг, вам нужно опять вызвать эту пациентку, потому что мамограмма мамограмма не дает вам, если вы не применяете АБУС, потому что если вы будете использовать АБУС с самого начала, то вы распознаете эту карциному. Посмотрите, вот здесь вы видите, здесь непозитивное, вы видите карциному здесь, и вот карциномы, и только вот здесь, смотрите, какие отростки здесь идут, а вот мамограмма, а вот это АБУС, АБУС, а это МРТ. Очень, очень вам много говорит проблема плотная грудь, решение АБУС. И это не негативно, к счастью. Еще случай. Я не думаю, что здесь можно увидеть карциному, но здесь есть карциномы. Посмотрите, а вот здесь вот это автоматическое исследование ультразвуковое, и вы видите, вот АБУС показывает, что здесь кончик карциномы, вот его чуть-чуть видно. Тот же самый случай. Посмотрите, вот какой ужасный фиброз скрывает это все. Наш злобный фиброз все скрыл. Вот это то, что я вам показываю. Вся карцинома, она как айсберг, она, большая часть ее скрыта. Вот здесь она тоже видна. Она скрыта. Это тонкий и толстый 4 и 1500 микрон срез. Вы видите вот такую визуализацию и попросите патолога использовать, по крайней мере, мегакассету или большую хотя бы какой-то большой срез 8 на 10 миллиметров. Это по меньшей мере. И затем мы переходим к архитектурному искажению. Это не длинное, это утолщение мезенхимальных стволовых клеток. Они проходят сложный процесс. Вы видите, вот когда он заканчивается, вы видите вот наш строительный кирпичик. Номер 4, вы видите вогнутый фиброз. Это нормально. А вот это нет. В чем разница? Огромное количество красного, а это нам не нравится, это перепроизводство фибромезенхимальной фибромезенхимальной ткани. И это может вызвать проблемы. Посмотрите, вот это все карцинома. Легко увидеть, если вы используете абус, и даже если это 10 сантиметров, вы это пропустите на мамограмме, потому что это АБ, цинозная аденокарцинома, она, посмотрите, она разрастается и разрастается, а это вогнутая, потому что это из мезенхимы возникает, не из желез. И вы видите, что она диффьюзно-фильтрирующая. Вы видите, что каждый вот этот участок это карцинома, и вам нужно ее найти. Попробуйте. 30 месяцев до начала лечения, вот вы видите, это МЛО. Я думаю, что здесь вы, наверное, не видите никаких искажений, никаких девиаций. И потом на медиально-натеральной проекте в Дуглом увидеть, если вы скажете «нормальное», то через 7 месяцев после этого вы увидите вот это. А АБУС и искусственный интеллект могут это найти. Вы увидите огромадную карцинома. видите, вот это все рак. И правильно определит это. И АБУС тоже легко определяет это архитектурное искажение. И, конечно, если вы говорите о ручном ультразвуке, то он тоже показывает. Но вот здесь никто не может понять, чему? Потому что это очень маленькое здесь. А вот здесь, если вы посмотрите средства, вы видите, что очень хорошо видна карцинома, особенно хорошо на ручном ультразвуке. И здесь на МРТ вы видите, но я думаю, что все-таки АБУС в этом случае лучше. Вы видите архитектуру этого искажения? Вы видите, нам очень печально от этого, потому что вы видите вогнутые структуры и на ультразвуке вы тоже видите на трехмерном ультразвуке вот такие вогнутые структуры, а это все рак, который трудно определить на больших тонких срезах. И вот такой таргетный у нас паттерн. И скажите своим онкологам, что пускай они не смотрят на вот эти биомаркеры гистохимические, потому что они обманывают их, они говорят, что это хороший рак. Нет, 40% риска смерти от этого рака. Это печальная история. Если вы видите такие контуры вогнутые вокруг, то это скорее всего будет архитектурное искажение, Эйбус его выявит, и, конечно, МРТ тоже. Но это можно использовать как скрининг. Вы видите архитектурное искажение здесь, здесь, и вы видите 3D- ультразвук автоматически. мы написали книгу, и я хочу подарить вам что-то. Пожалуйста, сделайте скриншот, это у Абуса, и где-то в свой браузер вставьте, потому что здесь я вам даю 25 уникальных случаев, это просто уникальная коллекция, собранная со всего мира. вот это у вас видите пароль, и вы можете конечно 70 лекций на веб-сайте, вы можете их послушать. Есть еще другие книги, которые об этом рассказывают, и нужно это распространять, потому что эта книга о трехмерной гистопатологии, я хочу еще показать, что нам мы просто обязаны провести клинические исследования. Я попросил своего друга великолепного британского статистика Стефана Даффи, и он вот такой разработал схему, которую как можно быстрее нужно применять в будущем. Это маммограмма. Если вы видите у вас второй и третий паттерн, то тогда все, женщина идет домой, ей ничего не нужно. Но если у нее паттерны 1, 4 или 5, то определенно ей нужно ультразвуковое исследование и автоматическое, абуз. И вот это исследование было проведено в двух местах в Соединенных Штатах. И вот у вас справочная литература. Ясно, это исследование показало, что примерно они нашли больше 26% еще рака, случаев рака, это кроме мамограммы, которые что-то определили. И вот это обязательно нужно использовать в мультискрининге инструмент, иначе у нас будет дискриминация, потому что если женщины с жировой тканью, то ответ хороший. Но женщины с плотной грудью рискуют то, что их рак будет пропущен. И было второе исследование в Стокольме, результаты были еще лучше, потому что они доказали, что не увеличилось количество случаев, когда вы приглашаете пациентку обратно на ультразвук, и также это вывело 36% случаев больше по сравнению с мамограммой. и мы поэтому сейчас говорим, что цифровая полноформатная мамография обязательно должна быть связана с АБОС, с автоматическим ультразвуком, и это поможет вам выявить на 40% больше пациентов. Но когда говорят, но это же так дорогостоящее, нет, это будет вам экономить деньги, потому что вот такое исследование было проведено, это было опубликовано. Посмотрите, это экономит время, это итальянские авторы, и исследование говорит, что когда Италия стала применять АБОС, они сэкономили 54 миллиона евро в год. Вот то, что вам нужно, на что нужно смотреть, вот что нужно искать. Почему мы не используем ИИ? Это другое ИИ, это Q-View, то есть искусственный интеллект для ультразвука. Видите, вот эта компьютерная диагностика с АБОСом немедленно говорит врачу, позовите пациентку обратно, потому что здесь рак. Извините, у меня уже совсем не нет времени, я думаю, что у вас может быть будут вопросы, я бы показал вам мультифокальную карциному, но я надеюсь, что я в рамках разумного времени дал вам очень хороший обзор сложности нормальной структуры груди и сложности очень сложной болезни, которую называют рак молочной железы, но она не одинакова. Мы не говорим DCIS, это не то, что возникает в протоках. И сейчас я готов услышать ваши вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо.